итак продолжим по конференции путина путину был также задан вопрос по поводу хангашвили убийство зелимхана хангашвили в берлине вопрос задавал немецкий журналист руководитель этого немецкого отделения российского по моему газета называлась шпигель и путин ответил это долгий ответ я хочу показать маленькую часть которые которые я и буду комментировать она очень важно давайте послушаем что говорит путин значит я еще раз напомню то что сказал на пресс-конференции в париже это абсолютно кровавый был убийца только в одной из акций на на кавказе он уничтожил 98 человек вдумайтесь в эту цифру 98 человек путин говорит что зелимхан хангашвили был кровавым убийцей он опять повторил эти слова он об этом заявил и до этого на конференции в париже что якобы зелимхан хангашвили был кровавым убийцей и на его совести 98 убитых людей и сейчас если до этого путин не не уточнял где именно им были убиты эти 98 человек а сейчас он уточнил что это они были убиты на северном кавказе то есть по сути мы теперь точно уже можем сказать что речь идет о военных действиях зелимхан хангашвили был военным одним из амиров и военным человеком он был воином чеченской армии соответственно он воевал с российской армии и конечно же он убивал и даже если он действительно убил 98 российских военнослужащих как я говорил об этом ранее это это его только с хорошей стороны характеризует и в этом его обвинять мы никак не можем на войне убивают и когда российские военные убивали ни в чем не повинных мирных граждан чеченской республики ищкерия мы об этом говорили мы это мы это осуждаем и мы и это является преступлением однако когда российские военные убивали чеченских воинов мы по этому поводу ничего не говорим это война и на войне как бы противоборствующие стороны друг друга убивают поэтому эти заявления путина они просто абсурдны но я хочу обратить ваше внимание на другой момент говорят что зелимхан хангашвили был кровавым убийцей который свободно разгуливал по европейским городам в центре германии значит центре берлина он видите ли спокойно гулял будучи кровавым убийцей я хочу обратить внимание ваша владимир владимирович что от этого кровавого убийцы как вы говорите не пострадал ни один человек в германии он не убил ни одного немца или другого человека на территории европейского союза он не пролил ни капли крови но при этом он сам был убит работником ваших спецслужб кто тогда является кровавым убийцей все таки зелимхан хангашвили будучи воином убивал врага который пришел на территорию его государства на территорию на территорию нашей земли и убивал нас нас мирных граждан мирных людей как вы убивали нас самашках убивали нас валдах коттер юрти да где только вы нас не убивали вы бомбили на своими самолетами вы осыпали нас вашей артиллерией вы нас пытали вы издевались над нами вы убили по оценке вашего же чиновника рамзана кадырова 300 тысяч нашего населения мирных людей и хангашвили хангашвили воевал с теми именно с теми военными которые пришли на нашу территорию наш убил нас убивать и получается даже если он действительно ответственен за смерть девяносто восьми человек он убил тех людей которые пришли убивать его меня и и наш народ он не убил ни одного гражданского человека мирного российского гражданина и я хочу зачитать интервью самого зелимхана хангашвили которые он дал грузинскому изданию после покушения на него в тбилиси по моему шестнадцатом году послушайте что говорит зелимхан хангашвили что касается мотива российских спецслужб я никогда не скрывал что являюсь участником российско-чеченской войны в которой защищал интересы своей второй родины второй родины он говорит потому что и грузия также являлась его родиной и он был очень гражданином грузии кроме того во время российско-грузинской войны в 2008 мы организовали сбор кистинцев и были готовы воевать кистинцы это чеченцы проживающие на территории панкиси везде где я смогу воевать против российских интересов и интересах своей страны я буду делать это и в будущем естественно исходя из собственных возможностей соответственно для них я если не фигура то хотя бы винтик создающий препятствия кроме того как известно ликвидация того или иного лица предполагает оплату соответ соответственно для них это так сказать источник дохода следователи сказали якобы я связан с бесланским делом вот это вот очень важный момент полная ерунда начнем с того что об этих событиях я узнал лишь по телевидению если не ошибаюсь я был в то время в азербайджане то есть свое свою причастность к беслановскому теракту он отвергает он ее не признает никто ничем не сможет доказать мою какую-либо связь с этим делом помимо этого в чем только не обвиняют меня российская пресса в том числе и в терактах все это ложь никто ничем никогда не сможет доказать что в результате какого-либо моего поступка или деяния пострадал хоть один мирный человек хоть одно гражданское лицо говорит зелимхан хангашвили если человек сам не берет ответственность на себя за какой-либо террористический акт или убийство мирных людей то его нужны доказательства того что этот человек причастен к подобного рода деяния но у вас владимир владимирович не было и нет этого доказательств и именно поэтому вы сейчас на конференции подтвердили что немецкая старого якобы вели переговоры с немецкой стороной там на уровне спецслужб а официальный запрос на уровне министерства юстиции вы не сделали потому что в этом не увидели в этом целесообразности мол немцы вам все равно бы его не отдали так вот вам поэтому его и не отдали бы немцы потому что у вас не было никаких доказательств его причастности к каким-либо терактом на территории россии и был к этому причастен и вы не смогли бы это доказать, поэтому вы не стали даже делать эти запросы. Хотя вы прекрасно знаете, что когда у вас есть доказательства, вы делаете эти запросы и вам даже выдают немцы тех людей, чью иную вы действительно обосновываете. Мы с этим не согласны. Мы не согласны даже, чтобы преступников выдавали вам в Россию, потому что вы нарушаете права людей, вы не соблюдаете права заключенных, у вас нет справедливого суда. Человек, даже преступник, он заслуживает справедливого суда, он заслуживает того, чтобы его права были защищены, чтобы в отношении него не применялись пытки, чтобы его не унижали и прочие вещи унижающие как-то человеческое достоинство к нему не применялись. У вас это не гарантируется, вы наоборот практикуете унижение, пытки, невыносимые условия для заключенных. Поэтому мы против того, чтобы даже преступников выдавали в Россию. Но, к сожалению, европейские страны выдают, особенно Германия. Германия в прошлом году выдала трех чеченцев по экстрадиционным запросам России, потому что сочла эти запросы обоснованными. А вот с Зелимханом Хангашвили вы не смогли сделать то же самое, потому что у вас не было никаких доказательств его причастности к каким-либо преступлениям на территории России или где бы то ни было в другом месте. А война, участие в боевых действиях, участие в войне, как вы знаете, Владимир Владимирович не является преступлением. Это является достойным поступком достойного человека, гражданина своей страны. Он обязан выходить, защищать интересы своего государства, своего народа, что и сделал Зелимхан Хангашвили. Да помилует его Всевышний Аллах. Это был крылавый убийца. Фу-фу-фу, сказал этот пляшивый упырь, по приказу которого были убиты сотни тысяч людей по всему миру в разных странах. Жесть просто. Почему мы вообще должны слушать этого больного? Одно лицемерие кругом навязывают... Одно лицемерие кругом навязывают нам в кумиры воров и убийц? Покажи своего кота лучше. Давай кота не будем трогать, а то он нас достанет. Тумсо, что ты думаешь о чеченцах, которые воевали против грузин в Абхазии в 93-м году и в Южной Осетии в 2008 году? Те чеченцы, которые воевали против грузин в Абхазии в 93-м году, совершили ошибку, но мы их всех оправдываем. Те чеченцы, которые воевали в 2008 году против Грузии в Южной Осетии, они все совершили преступления, и мы их не оправдываем.